История со спасенным олененком получила продолжение. Ранее мы уже рассказывали о животном, которое нашли студентки Серпуховского колледжа в лесу. Планировалось, что его отправят в Брянский заповедник. Но в итоге девочка Мия обрела новый дом в этнопарке под Сергиевым посадом. Мы заберем олененка вашего к нам на ферму. У нас верблюды, яки, ослики, барашки. Для Полины Землянкиной ее бабушки Нины это трогательный и в то же время радостный момент. Трогательный, потому что расставание неизбежно, а радостный, потому что их подопечный олененок Мия обретает новый дом. Накануне к ним в деревню приезжали представители этнопарка из Сергиева посада, где и будет теперь жить животное. Будем вам видео присылать, если хотите. Будем показывать, как она растет. В деревне Тульской области олененок Мия прожила чуть больше трех недель. Но оставить дикое животное у себя Полина и ее бабушка не могли. Ведь помимо Мии у семьи целое хозяйство. Тогда Полина обратилась в колледж к куратору по волонтерству. Полина прозвонила мне. А так как мы еще ездим весной и осенью в заповедник наш, я связалась с представителями заповедника Масловым Сергеем. Террасный? Да, террасный. Я говорю, вот нашли олененка, может быть возьмете. Они отказались себе брать, потому что у них нет оленей. Он говорит, мы сейчас свяжемся, попробуем куда-то выйти. И вот они нам предложили брянский заповедник. Эта история и могла бы закончиться отправлением Мии в брянский заповедник. Но все зациклилось, когда встал вопрос о перевозке. Тогда к ситуации подключилась волонтер Надежда Кустарева. Идея о перевозке олененка в Брянск женщине не понравилась. Я Ларисе сказала, говорю, это нереально, потому что нельзя провезти животное, не имея документов на них. Любой пост остановит и накажет просто за это. И поэтому я вызвалась помочь ей. У меня сразу возник вопрос, а почему Брянска? Если у нас в Московской области достаточно таких мест, куда можно оформить это животное. И естественно я нашла. Сейчас Мия бегает по этнопарку под Сергиевым посадом. Ест траву и знакомится с местными жителями. Например, хозяин фермы этот серьезный кот олененка принял. Понемногу Мию начали кормить хлебом, а в Приданной из Тульской области для животного Полина с бабушкой передали козьего молока. Кстати, на удивление, перевозку в несколько часов олененок перенесла спокойно. Мы сначала ее положили вниз в ноги под кондиционер, чтобы ей было прохладнее сегодня, очень жарко. Но она попросилась ко мне на сиденье, я ее взяла в руки. И она, как маленькая моя собачка или кошка, ехала практически всю дорогу в руках, только буквально уже при подъезде попросилась назад. К Наталье и другим сотрудникам этнопарка Мия уже привыкла. Она быстро освоилась, любит, когда ее гладят, чешут за ушками, в общем радуется жизни. И кажется, перевезти олененка в такой этнопарк было лучшим решением. К тому же Полина с бабушкой смогут навещать свою подопечную хоть каждый месяц.